Привет, друзья! Apple не обновляла iPhone SE почти два года, а поскольку март уже не за горами, а первое поколение данного смартфона было представлено именно на весенней презентации, есть вероятность, что мы наконец-таки увидим преемника. Начнем с главного вопроса, который интересует большинство почитателей 4-дюймового форм-фактора. Действительно ли Apple разрабатывает iPhone SE 2 и готовится его выпустить? Сейчас мы это и разберем. Поехали! Еще в середине июля 2017 года по этому поводу случилось две противоречащие друг другу утечки. Сперва известный отраслевой аналитик Пан Зютан заявил, что iPhone SE 2 не выйдет. По его словам, компания не планирует тратить время и деньги и ресурсы на еще один компактный смартфон средней ценовой категории. Однако буквально на следующий день после заявления Зютана анонимные источники французского сайта iGeneration сообщили, что Apple запланировала презентацию iPhone SE 2 на март 2018 года. Источники iGeneration утверждают, что, как и первый iPhone SE, модель второго поколения получит 4-дюймовый дисплей и цену в 399 баксов. В итоге я считаю, что Apple действительно готовит iPhone SE 2. Компания пристально следит за информационным пространством и видит, что интерес к iPhone SE 2 огромен. Упускать возможность заработать денег, а заодно дать своим клиентам именно то, что они хотят в компании, не должны. Пока аналитики сходятся во мнении, что iPhone SE 2-го поколения сохранит форм-фактор предшественника, источника ресурсов Focus Taiwan заявили, что дисплей смартфона будет иметь диагональ 4-4,2 дюйма. Таким образом, дисплей iPhone SE 2 не сильно увеличится по сравнению с оригинальной моделью. Одним из главных нововведений смартфона называют улучшенную производительность, как обычно, и наличие беспроводной зарядки. Последнее подтверждают источники среди азиатских поставщиков, которые заявляют, что iPhone SE 2 получит стеклянную заднюю панель. Apple отказалась от полностью алюминиевой панели в iPhone 8, 8 Plus и iPhone X для внедрения беспроводной зарядки. И новый iPhone SE, вероятнее всего, постигнет та же участь. Предполагается, что iPhone SE 2 возьмет за основу начинку iPhone 7. В результате этого iPhone SE 2 получит систему на 64-битном 4-ядерном процессоре A10 Fusion и 2 гигабайта оперативной памяти. За счет столь мощного железа iPhone SE 2 станет самым производительным компактным смартфоном в мире, забрав это звание у своего предшественника. Если компании удастся сохранить цену модели на прежнем уровне, новый смартфон точно станет хитом продаж во всем мире. А сколько реально такое развитие событий и стоит ли ждать iPhone SE 2? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Скоро у меня на канале MacBook Air в 2018 году. Как и зачем? Чтобы не пропустить все самое интересное, подписывайтесь на мой канал, Instagram, группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Это дневник нефтяника. Присоединяйтесь. 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 Продолжение следует...